Парад Победы В Союзе было 148 конезаводов. Ездили, подбирали, а нашли в Москве, вспоминает ветеран. А мы всегда внутри, внутри Кремля. Жуков был отличным кавалеристом и в юности побеждал на многих конно-спортивных соревнованиях. Но и ему, чтобы приноровиться коню, пришлось не один день провести в Манеже. Тренироваться пришлось не только маршалу. Коня по кличке Кумир учили ходить шагом, делать остановки, проходить галопом, приучали к виду военной техники. Когда едешь, может, черт на виск потихнется. Это такое бывает, такое дело. Мы всегда много винтуем. Эти винты, чтобы не распадут, тоже. Седлаем свердла, посмотрим потники. Как это такое? Потники парадные должны быть. И правильно подсердлами. Ороз Мамралиев родился в 1926 году в Токтогульском районе Джалабадской области. В 1944 году, в разгар войны, он был призван на фронт. Пройдя войну в Белоруссии и в Восточно-Пруссии, молодой военный по распределению попал в кавалерическое училище в Москве. И в процессе обучения стал готовить лошадей для военной элиты того времени. Я попал вперед разведкой. Даже мне не хотели. Потом смотрю, и разговор идет о кавалерии туда-сюда. Вот я вам и сказал, что там помог капитан, который у нас работал. Он мне помог попасть к кавалерии. Потом кавалерию мы направили в полковую школу. Мы готовили лошадей для фронта, для кавалерии. Долго. Я хотел на фронт. Он говорит, где нам нужно, там и служба. Приходилось ему и самому участвовать в военных парадах на Красной площади. Как ветеран и кавалерист, он был командиром эскадрона на параде, посвященном 50-летию октября. Участвовал в параде и в честь 60-летия октября. Он вспоминает, что ему легко работалось с животными, особенно с лошадьми. У кыргызов это в крови, говорит ветеран. Мне, значит, Мосфильм, пригласили сниматься в Илье Амур. Да, 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 да. Вы же еще каскадером занимались. Я, значит, ну, там каскадеры были разные, да. Принимали, значит, каскадеры, как-то так вот такое, да. Там вода, там. Там, если посмотрят, показывают. Там же два киргизских артиста снимались. Сейчас фамилия Джаманов. Народный артист киргизии. Тоже снимался в этой картине. И потом второй еще забыл фамилию. Тоже двое снимались. Ну, у них где-то потокаршка, у них есть. У Розма Моралиев работал рядом с первыми лицами государства и великими полководцами. Кавалерист с 40-летним стажем, мастер спорта по конному спорту, инструктор, тренер по конной подготовке. У Розота почетный охотник России, подполковник милиции в отставке. Ему уже исполнилось 93, но он и сейчас живет насыщенно и активно. 23 февраля, 9 мая, день полиции, день рождения полка. И это далеко не полный список дат, на торжествах по случаю которых он регулярно бывает. Активное участие ветеран принимает и в мероприятиях соотечественников. Каждый год диаспора и посольство Кыргызстана приглашает героя войны. Супруга у Розота вместе прожили 60 лет. Вырастили и воспитали сына. Никогда не забывают свою родину. Помогают соотечественникам, чем может. Сегодня мне также интересно жить, делится ветеран. Ребек Молдокунов, Эльдиар Асамбаев, Аллату 24, Москва.